во имя отца и сына и святаго духа послание святого апостола павла к филиппизму 4 глава 4 стих радуйтесь всегда в господи и еще говорю радуйтесь и короткий стих а как много в нем заключено почему я златоус подчеркивает не пропускали единой буквы сейчас скажи радуйся научили тебя радоваться ты молод ты должен знать когда радоваться чему радоваться мы просто посмотрим в этой жизни как свадебный день радость поздравляют почему-то кричат горько и почему-то называется брак а брак это не на сто процентов хорошая почему апостол павел говорит что вы будете иметь скорби по плоти а мне вас жаль на радость это радость но она быстро кончается это самая быстро проходящая радость за этим кроется многое и вот апостол павел говорит о радости когда сам находится в тюрьме а тюрьма это не сегодняшняя сегодня проверяют санэпидемстанция какое освещение при хорошей погоде каждый час один час в день вводят на прогулку специально чтобы подышать воздухом а тогда ничего не было они там прокаженные сидят не в полной темноте далее иду а как вот смотрим у дебенбурга они оба дочь с матерью полумертвая там моих никто и не трогает в те времена это было тяжелое положение и что ночь наступила и пара не сказал теперь посты по будем петь и конечно пели то что понимали люди не господь позволил петь тоже ну какой привет так заказывали с других этажей кричали еще пойти потому что речь идет о духовном о вечности сегодня мы обратим внимание на то как искать радость и нужно ли ее искать как ее ценить и не потерять и почему то что сегодня окажется радостью завтра оканчивается печалью это нам скажет слово божие то есть дух святой это не я говорю павел говорит приковано рука у него приковано к стене которая склизкая там неотопляемая сырость плесень а другой рукой пишет радуйтесь еще раз говорю радуйтесь и в этом послании тринадцать раз больше нигде такого нет почему велика ваша награда на небесах здесь какая тебе радость ну легк уснул и все но однако слово божие сон называет смертью друг наш лазарь уснул уснул выздороветь а господь говорил о смерти он умер поэтому ложась по стену и считаем в вечерней молитве вот мне гроб принадлежит вот смерть предстоит рядом мы не знаем что будет будет ли это утро еще радуются люди когда поздравляют человека с рождением и особенно сына как я ждал сын у меня будет намерзник понятно великая радость прочитаем одно место сейчас об этой радости и риме 20 глава 14 15 стих слушайте очень внимательно дело потому что у мусульман я не знаю почему так они все время просят сыновей у него 10 детей 8 сыновей у православных у русских наоборот почему то почему тоже не знаю и вот теперь пророк природные евреи что он пишет проклят день в которой я родился день в которой родила меня мать моя да не будет благословена проклят человек который принес весть отцу моему и сказал у тебя родился сын и тем очень обрадовал меня обрадовал держал у нас когда родился вот братишка мой и акин а мне 5 лет а отец спасет и мать сказала скажи отцу что парнишку поймали а показывали там дырочка на полу была и играть мне некогда было поэтому я засыпал ссором сюда но все равно они появляются радость а почему он знает кто будет почему дочери не показывая веселого лица чтобы она тебя не сделала позорище а сегодня что мы конкретно видим что такое процент допустим 100 свадеб из них первые четыре года восемьдесят четыре с половиной свадьбы полностью разваливается кто детей воспитывает еще раз прочитайте радость какая проклят день в которой я родился день в которой родила меня моя мать да не будет благословен проклят человек который принес весть отцу моему и сказал у тебя родился сын и тем очень обрадовал меня почему теперь вопрос как так человек не виноват ему проклятие выпрашивает у бога сегодня с каждой такой жестокий ему радость принесли он знал что впереди будет пленение народ отступил от бога не знают бога то которые люди сегодня ходят в православие это не упади только три процента нет но целых три десятых процента на 300 человек которые считают себя православными только один причащаются и ходят на 300 один проклят тот день я только не ждал беды говорит а теперь вокруг одни неверующие люди что они делают они бога и голову не знают пути к нему в храме зато узборит приходят люди в храме вы кучи навозу принесли своими словами как может так это его прихожане он их сравнивает и говорит так если леса только хвостом там обманывает лев только дерет человек все звери какие есть характер вместил себя а дальше говорит дьявол не блудит сребролюбие безразличен вы хуже дьявола это прихожанам он говорит я начитал все 12 томов знаю я знаю что сегодня делается читать нельзя мне говорят радостный день да ты родился горе если мы не спасемся если родители нам не показали путь на небо готовишься к семейной жизни хорошо обдумай тем более последнее время это уже никто не отрицает зайди ко мне я могу дать материала которая пою сегодня пристало время когда земля встречали последнему порту своему и все закончится просчитаем как в ветхом замете смотрели на это судей 8 19 так 9 19 если вы ныне поистине и по правде поступили северовалом и домом его то радуйтесь об ави мелехи и он пусть радуется о вас сыновей 70 кто-то его научил убить всех сыновей и захватите власть а один остался который издалека кричит радуйтесь тогда да вот я хотел попутно сказать здесь бейкона стоят сам царь николай второй мученик и патриарх тихон убрать прямой свет они уже совсем поблекли царя убили плохой сегодняшний день даже сказать четыре девушки девушки расстрелять мальчик который расстрелять и чем кончилось и вот это сходится с этим если он хороший вам этот владимир который есть радуйтесь с ним но эта радость обойдется внутри гонений и прочее 66 миллионов и ничего нельзя сделать в мире не было страны которая бы уничтожала сама от себя сельское хозяйство не наполеон не гитлер никто кормится то наше надо как то бы ты не был урожай надо какой-то взять часть здесь так то лучше всех живет но какая тут потеряю это это 7 сыновей сослали я бы не записал как с ними так было это нельзя недавно одна сестра стала насчитывать разбила я в интервью не взял как они там были как она с тремя детьми бежала тайге по тайге нельзя на другу выйти там караулят обратно отправляют мертвых просто складывали что беремя кто не арестовывали туда слали не бедных а которые богаты кулаками называются то есть лучшие труженики нашего села были высланы мой отец к этому причастлив был не не арестовая а везде вот везут они на лошади вот днем выгнали в комнату уже ходить нельзя и она ребенка держит вечером на руках у нее замерзает крик стон идет и сколько их там было она подсчитала только с трех сторон 30 тысяч сразу в одном месте пошло когда спросили руководителя страны во что обошлась коллективизация вот это он растопырил пальцы 10 на самом деле 12 миллионов лучших тружеников которые знали как выращивать мы только учимся у них какие урожаи собирали вам нравится это ты голосовали за него теперь получаете я просто эту историю переношу на наше время будьте очень внимательны вот я никогда не голосую а кого выбирать когда они не верующие а если был верующий верующий пошел бы чтобы он там как тот отец глеб якунин был он добился того чтобы открыли кто стучали кто властям сообщали друг на друга он работал там священник один отец димитрий дудков такие как александр менять за тебя я пошел голосовать люди глубоко верующие дальше псалом 2 глава 11 стих вы историю знаете давидом как он убегал как за ним тесть гонялся и сколько раз он мог убить тесто это помазание божий нельзя трогать нельзя служите господу со страхом и радуйтесь скрепетом радоваться нужно скрепетом я радуюсь а чему радуюсь и дальше должен себя раскрыть это радуйся что избавился от какого-то греха тебя туда уже не тянет радуйся тому что у тебя верующие родители ты с детства знаешь что что твои советские ничего не знают ты радуйся что сколько живете здесь скотина ни одного матершиного слова не слышала за 30 лет пища то другая от которой только польза а ту которая скотину клянут люди болеют и сегодня уже это все доказано вот в разные комнаты в одну пшеницу насыпали помочили в другой в одной каждый день и говорят какая ты хорошая из тебя лепешки будут блины а в другой да будь ты проклята и все по-другому они разные не слышат один другого опыта такие ведут поэтому дети рожденные в христианские семьях они другие если конечно вы слушаете что верующие родители говорят а так которые грабители что делали никогда не присоединились к ним это плохие люди они не думали как дальше жить они начали друг друга уничтожать псалом 31 11 веселись о господи и радуйтесь правильным торжествуйте все правое сердце вот смысл радости что бы у тебя ни было это все идет к концу вот пришел в храм пока крутился налево направо в карман у меня человек один знакомый здесь есть прорезали вытащили а у другой бабки она в бетончик положили они разрезали бетончик не могли разрезать а у этой забрали деньги что теперь да попы куда они смотрят а ты по-другому о суде говорит златоуст это дьявол это не просто человек это дьявол с человеческой рукой сделал чтобы ты сказал так какой храм я не пойду Бог тебя испытывает испытание вот это неправда удары какие-то болезни для прославления Бог хочет увидеть какие мы настоящие бойцы или какие-то никакие это надо с детства заложить человека ты всегда будешь победителем я не знаю православных я слышал это об баптистах в школе какой-то там пятый шестой класс никто внимания не обратил а дальше стали все обращать он один раз принес евангелие от я на маленький другому третьему до учителей дошло что с ним делать стали беседовать они не знают что ответить а они не знают что ответить мне замуж одной школы где дети верующие она говорит а как я должна была поступить покаяться ты учишь не верю это разбойники растут ты из дома не выйдешь а как так и случилось поставила двойку он ее на повороте встретил и зарезал другой говорит у меня сын растет смелый такой я сам охотник его научил а то у нас околобарновы недалеко ну научил он стреляет метко все но в школе у него беда отец взял да его наказал когда родители легли спать он взял ружье отца с матерью застрелил закрыл одеяло пошел в школу три дня сестра звонит никого нет ему даже нужды никакой нету приехала два трупа лежит почему ты не научил его говоря ему что мы здесь живем временное почитай отца и мать отец-то был не верующий он только смотрел на то вот он не такой как этот а дальше у него снайпером будет людей будут убивать да убивал узнали откуда он пришли надо мы его убили это вот и щеченской войны было поэтому ищи радость в исполнении заповеди Божьей радость возможность прийти сегодня некоторые не приходят вечером я не знаю какая причина не больные при том при том хорошие люди просто молись о них Господь чтобы показал им наши болячки приходят от того что мы многое нарушаем как-то же святые жили вот считаешь даже вот у нас сестра умерла 94 года вы видите как я как-то последние почти дни дня до смерти пришел я не ложусь я так боюсь я лягу и не встать мы ни разу не видели ее сидящих то есть надо припомнить что у нее было такое хорошее люди которые сегодня говорят сегодня нет святых не говори так католические семинаристы своему преподавателю говорят время такое как ну подойдите смотрят а там босиком идет а кто а это епископ православный я шанхайский вот босиком идет и даже обуви нету мне говорят вот вы посчитаете Марию и Тереза она везде к больным была лауреат Нобелевской премии католичка я ее признаю святой да я не молюсь но могу произнести а она перед Богом ходила она не православная ее наградили большой наградой лучший автомобиль прислал папа она даже не посмотрела продайте бедным раздала в школу идешь как в школу я посмотрю у вас оборудование но в ней ничего нету она достала мел и на стене стала писать это первая школа у нее была а сегодня где-то 200 тысяч последовательность я впервые встретил что у ней закон вставать 440 вот как у нас я объяснить не могу это почему не в 5 не в 6 не в 4 это Бог делает так и далее притча Соломона 2417 несколько книг посмотрим что они просили как эта радость подходила к ним не радуйся когда упадет враг твой и да не веселится сердце твое когда он споткнется а как молись господи что бы там ни было прости чтобы перед смертью этот человек исправился чтобы он был в вечности с тобою а не так я радуюсь радуюсь когда фильм снимали называли златоуса потеряете фильм он первое место занял в России три священника вместе собрались и они снимают их снимают и они говорят и говорят самое отрицательное внезапно всех как-то выкосил почему одну за другой статью пишут против потеряйки я приехал и спрашиваю а кто писал это ну это лучший журналист наш Александра звать показали где а почему так писал наконец-то лапкина прихлопнули то другое я ж не таракам я поговорим надо не надо он не хочет немного дня три прошло и мы нашли убитым в парке почему господь говорит касающийся вас касается зеницы ока моего я могу только прости господи если можно что же это он делал а другой сын губернатора задействован на таком был милость божия с нами нам бог это открыл радость первая самая ответственность самого себя ну не хочу а я должен это сделать не могу а бог силен он поможет у тебя будет радость всему и урожай какой у тебя и скотина и погода ты во всем будешь видеть чудо божье не забывайте что озеро тихая гладь а на самом деле мы в космосе несемся со скоростью пули земля идет вокруг по орбите даже да не может быть ну хоть где-то ничего листики висят никто не думает почему здесь одеяло из воздуха тысячи метеоритов осколков падают на землю от которой горят и ни один на земле не долетает все сгорают как в наждак боже да как ты сотворил вы знаете самое большое лучшее творение у бога какое а вот поем говорит и в лепоту обречился сын божий облегся в человеческую плоть человек это все компьютеры мира не могут сделать то что делает вот искусственный интеллект придумают это все сказки человек ничего может не говорить он только смотрит и в нем все меняется машина не может этого делать нам бог так многое открыл и слова своего исайя 49 13 радуйтесь небеса и веселись земля и восклицайте горы от радости ибо утешил господь народ свой и помиловал страдальцев своих страдали из плена вернулись земля радуется холмы прыгают это поэтическое выражение радуйтесь господь помиловал свой народ вот смотрите какие были гонения сейчас свободно приходим никому мы не нужны храм отбирали в клуба здесь клуб был это время то мы захватили мы вот с братом приходили сюда вечерами когда все потеряли и уснут и молились на изнание бесов из этих стен если бы тот кто строил и сказали тут будет храм и не поверили бы почему радуйтесь радуйтесь свой священник верующий не пьющий ничего не требующий кроме того что ему принадлежит Исайя 66 10 возвеселись возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его возрадуйтесь с ним радостью все сетавшего о нем мы просим когда мира вот мы собираемся каждое утро у нас в 5 в нашем скворечнике и люди из интернета с разных стран и свои батюшка приходил молился мы молимся нас видят они ну и благодарим Бога первым дай Бог мира Израилем а после этого говорим России Украине Сирии Белоруссии Карабаху Казахстану где войны идут поминаем всех правителей советуем приходить приходил видишь как не худо тебе это было и ты другим расскажешь в какой радости мы собираемся это Господь делает так мы приглашаем всех приходите если Господь благословит нас будет здесь больше во вторник сразу приезжает примерно 17 человек опять готовится к крещению и мне сказано не говорить я скажу только мы приглашали на 16 крещение хотели 16 сделали 15 а перед этим это суббота а в 5 часов тут экзамены будет им завтра будет степи здесь на холме где мы молимся там специально от комаров мы делали милостью Божьей мы каждый день каждый год это повторяем едут люди люди разной национальности ведь к нам приезжали сюда принимали крещение не идут а не вам это куда ты посмотри где это государство из Италии Германии Францию это все приезжали здесь и батюшка преподал им святое крещение это очень далеко ну и сегодня мне скинули это краевого масштаба человека очень важный приглашенный был сюда не как если бы раньше видимо занимают вперед уже у него назначены где должен быть мы никого не стыдимся никого не боимся приглашаем батюшка здесь районном начальство я сказал перевести краевым кому можно чтобы люди познали что есть возможность сегодня славить Бога в радости дальше плач Еремия 4.21 одна книга только есть называется плач радуйся и веселись дочь и дома обитательница земли уц и до тебя дойдет чаша напьешься до пьяна и обнажишься то есть государство которое преследовало Израиль будет тебе наконец-то аукнется тебя тоже придут разграбят радуйся последний день танцуешь ты а дальше тебя повесят на осени Евангелия ой я еле еще 2.21 не бойся земля радуйся и веселись ибо Господь велик чтобы совершить это все время радуйся что-то не так а Господь и ты молился и Бог отвечает он слышит и испытывает и когда нужно он тебе ответит я иногда людям рассказываю я даже не верю это неужели это так может быть Господь это делает повторяю не нам но имени твоему сдай славу и вот сколько разговаривали с людьми которые много претерпели были в тюрьмах лагерях ни у кого так не было а почему тысячи а может даже миллионы людей молились в ООО обо мне запрос сделали международные организации там из Японии отовсюду люди молились Америка Германия и там Бог давал эту силу и сколько людей новых пришло покаялись и не просто люди покаялись жизнь их изменилась там они меняют свои показания и не было ни одного который там он лгал чтобы меньше дали срок и когда сказал правду ему кажется в два раза больше а ему в два раза меньше ни одного не было так чтобы он сознался по-настоящему что он виновен и ему бы еще там на это как говорят накрутили нет надеюсь я свидетель в этом не просто так ну мы обратились он ему молится нас сразу отсадили чтобы других мы не заражали в подвал а по нам только это и надо мы там молимся поем дальше Михея 7-8 не радуйся ради меня неприятельница моя хотя я упал но стану хотя я во враге но Господь свет для меня ну то есть что бы ни делали враги мы избранные Богом на это и они ничего не сделают мы доверяемся Богу и поэтому в каком бы плащебном состоянии ни находилась наша страна сегодня я просто к месту хочу сказать нам дано повеление молиться за старей начальствующих руководителей страны тяжелое положение сегодня тяжелое мы об этой теме нам нельзя разговаривать у нас принято решение только знайте в молитве всегда поминайте я ночью поминаю мы молимся о всех государствах какие знаем правители а не только о своем и чтобы его Бог укрепил потому что самые близкие люди иногда делаются предателями вот на днях только было такое что думали там все полетит как ногами и все сделали так ну знаете что кто смотрит внимательно Матфея 5.12 может с 11 блаженны вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословят за меня радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах так гнали пророков бывших прежде вас 9 блажен блаженны ищет духом блаженны плащащие миротворцы о великой награде только в одном случай говорится когда будут возгнать преследовать лгать предавать судилище радуйтесь и веселитесь велика ваша награда это венец они придут вам апостолы говорят своим прихожанам эти слова достигли нас никогда не надо думать что ну вот все меня покинул Господь нет даже такой рассказ есть когда умер человек и ангел ему показывает где он ушел вот видишь два следа это когда это с первого июля меня Господь покинул так тяжело было видите 11 лет идет да потому я один что на руках тебя нес поэтому второго следа то и не видно вот смысл то какой мы должны не просто события люди помогли Господь людям показал и они тебе пришли Господь дал тебе здоровье Господь дал тебе разума послушание это все ему принадлежит Матвея 26.49 когда нужно радоваться и тот час подошел к Иисусу сказал радуйся рови и поцеловал его Иудин посылуй это тоже бывает вроде бы друг ты меня избрал ты меня казначеем поставил а сам сказал кого я поцелую вот его и берите арестовывайте вроде бы друг близкий а Господь целованием ли предаешь сына человеческого вот таких иудинных поцелуев в истории было очень много Лука 10.20 однако однако ж тому не радуйтесь что духи вам повинуются но радуйтесь тому что имена ваши написаны на небесах вот помнить надо что мы не в школе записаны не в деревне не в сельсовете а на небесах люди не знают этого а как радоваться потерянная драхма деньги и она берет веник начинает внести и она говорит порадуйтесь со мною это потерянная душа если ты проповедуешь другим свидетельствовать я скажу больше радости нету когда враг делается другом и нет больше печали когда друг делается врагом об этом говорится итак нам Господь показывает если овца потерялась и он ее найдет потерянную скажет порадуйтесь со мной если в вашей жизни было такое в вашей семье или знакомые отпали от Бога а вы молились плакали просили за него милостью не подавали а если он обратился возвесились великая радость не на земле а на небе об одном кающемся грешнике об одном а если там их много обратилось вот к нам приезжают сейчас даже другой национальности люди и как они услышали я сегодня в любви изъяснялся одна женщина ну настолько она умно отвечает и такие вопросы готовятся к переизданию к истинному православию я говорю Бог же тебя именно поставила говорит это нет вас я нашла вот я искал то-то, то-то я нашла все на ваших ресурсах я сегодня большую радость получил в этом смысле что новая душа сколько она где бы не выступала она из радости таких отцов места писания все говорит я думаю она юрист она вроде бы в школе работает пилолог или кто что первая петра 1 6 1 3 6 1 петра 1 петра 1 3 6 1 петра 1 3 6 вы щит радовались 2 3 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 15 16 15 16 16 16 17 17 18 18 Тридцать две тысячи прихожан. Тридцать две. У нас одиннадцать человек сегодня. И тоже, кажется, что это есть. Тридцать две. Тайный епископ. И сразу обнаружилось шесть. Им только выйти около дберей. Мясо стоит. Дымится треночек. Ты ложи и иди куда хочешь. Ни один не дрогну. Ни один не дрогну. Радуйтесь, когда будет это гонение. Оно рядом. Прямо все совсем-совсем где-то рядом будет. Доверься Богу. А я не готов. Готовься. Ученик подошел к учителю и говорит. Абва, помолись. Сейчас один. Он говорит. Сын мой, сколько этих часов было в жизни? Где ты был раньше-то? Все. Филиппийцам 2.18. Мы с них вручали. Филиппийцам 2.18. Да. О всем самом и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне. Радуйтесь и сорадуйтесь. СО это с кем-то. Ты увидел, тот радуется. А в чем? А что легче? Легче, конечно, сочувствовать. А радость не так идет просто. У человека горе. Какое горе? Он там тебе скажет. Какое горе? Посочувствуй. Примени это к себе. Это со мной случилось. А человеку, вот, говорим, ему нужна поддержка. Даже не знает, будет это или не будет. А уже заради говорят. А как лучше? Это оптимист, который все будет хорошо. Оптимист, так думает. Оптимист все время. До завтра еще погода плохая будет. А какой лучше? Лучше, когда ты ждешь худшего. У тебя каждый день будет радость. Ты думал, плохо будет, а стало хорошо. ИОП 3.22 Перед Псалтверью. Перед Псалтверью. ИОП 3.22 Ага. Это закладка с Еханого. С самого. 3.22 Ага. Да. ИОП 3.22 Обрадовались бы до восторга, восхиделись бы, что нашли гроб. Вопросы не знали. То есть, когда человек ищет какое-то обречение где-то, мы должны помолиться, чтобы Господь указал истинный путь. И когда его обвиняли во всем, обвиняли его очень сурово. У него в один день, Господь похвалился перед сатаной, видел ли моего раба, 7 сыновей и 3 дочери, все погибают. В один день. Даже один в семье погибнет. И то, сколько горя. И все, что у него было, все расхитили. Самый богатый человек Востока был. И вдруг сегодня я готовлюсь к этому, мне вопрос, а кто такой ИОП? Откуда он? В какой национальности? Об этой книге ничего не известно. Кто ее написал? Когда? Но считают, что она примерно с бытие в одно время написана была. Потому что о законе Моисея в речи нигде нет. И евреям 13, 17. Слово радость встречается в 177 раз, а я радуюсь в 49 конкретно. Посмотри, когда ты радостный. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью и не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Речь идет о священстве, об этой скопате. Доставляем мы им радость или нет? Если Господь благословит, мы думали, воскресенье, крещение будет, а батюшка говорит, нет, минут на один день, а на воскресенье, может быть, приедет архиерия. Уже вот к нему он заходил, будут у нас гости, крещеных много, и по милости Божией. Вот, мне хотелось сегодня это показать, что означает радость. А вы как считаете себя счастливым? А Библия не указывает искать счастье, а покорности Богу. Богу нашему слава, Который посылает скорби, печали и великую радость все это отправлять на небо. Аминь. 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 Аминь.